Вы капоты, а высокие цены. И на это все нам потребны мы убийцы. Мы киллеры, а мы леон долларов. Пан Мэр, давайте верти ваше рейпо с такими чудесами. Хорошо, есть еще несколько вопросов. Как говорят, в Украине есть где скумбрия? Где красноперка? А где килька? Знаете, вся эта история с выборами, мне не напоминает, как в клуб пришла красивая девчина, и все хлопцы хотят перед нею выйти. Вы танюю. Можно и российский? Будь ласка. Конечно, все пацаны хотят перед ней быть. Вы. Да не, ну там то же самое, только с мертвым знаком получаем. Нет, ты не Иуда, ты Виталя. О, спам для школы. А может, тебе что-то не предаст, да? Ярцы, я не предаст, я предаст. Тобто нет, я не предаст. Вы бы не заблудили, Юля Володимировна. Весь курсом. То есть никто ничего не замышляет? Никто. И не скрывает. Да, что скрывает? Ладно, если между нами нет никаких секретов, тогда я предлагаю всем выложить телефоны на стол. Все звонки на громкую связь, все смс-ки читаем вслух. Юлия Владимировна. Что? Кладите, кладите. Да ну, навещу вам моя особисто дорога? Я же свята. Можно даже сказать, мученица. Юлия Владимировна. То, что вы в семье человека замучили, еще ничего не означает. Показывайте телефон. Да, будь ласка. Значит так. Внимание. Лешку скрывать не машу, люди. Хоть в годынях-то там. Тому Лешку кладет сразу телефон. Будь ласка. Ну, раз он такой честный, то с вас и начнем. Давайте посмотрим ваши контакты. Так, что тут у нас? Алесандра, Святослава, Дмитра? Такие я училась. Олегия, Борисия, Михайлина. Такие бабни тут. Что такое? О, это мне. Першая смска. Прошла. Бачите, Петро Олексійович. Тут я перша. Я хочу тебе. О, интересно. Кто пишет? Это, мабуть, 15% населення, так? Что вам такие смски давно не приходили, да? А мне пишет народ. Да, это я вам написал, чеки шо. Не надо писать, я бы еще пожертвовать. Вот такие я кобель, я скажу. Бачу, что я вы говорят. О, так. Петро Олександр, чей телефон? Ну, что значит, чей? У кого на телефон? Товарищ! Ну, че цумболь? Старень же у вас в руці. Ну, что вы? Ааа, да. Мой. Ну, хорошо. Ты мне трубку добавь. Да? На трубку. Пожалуйста. Кхм. Слушаю. Здравствуйте, Петр Петрович. Ааа. Розмовляйте, будь ласка, державною мовою. А, вы не один. Чого це? Один я, один. Ну, добре. Я з приводу ваших компаній. Розов закринь. Ааа. Але в мене добрые новые. Тем более. Так что мне сказали тренадцать? Ааа. Цей. 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 А политологи предлагают, может, все-таки, новую и, сколько, армия Ола Брова? Какие Бровы-то? Так, до свидания, Господи! Непонятно. Это мне. Ну, что-то. Предповедаем? Давай. Алло. Здравствуй. Я только что разговаривал со старшем. С мужем? Каким? Розговаривайте, будь ласка, украинскую. Я не понял. Вы что там, песен? Что? Что? Ничего не чувствую. Я плохой звездок. Я вам скажу, что-то. Это вот. Мы такие, кто-то очень популярные на английском. Ну, я... А я, по-другому, не нашесть ради. Алло! Что? Алло, Олег, это ты. Так, а кто это? Я хочу извиниться. Вы не туда попали. Да, я не туда попал. А-а-а-а. А-а-а-а. Тут же богатый звездок. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а. Юль, вы не сюда. А-а-а-а. О! А-а-а-а-а-а. О, Вакарчук звонили. О, Вакарчук. Так, говорите, что у вас знаменитые секреты. Нет никаких секретов. Ха-а-а. Алло. А-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а. Славик, скажи уже. Еще на час. СМЕХ. 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 Доброе. Ну так шо? Ты идешь? А вы как думаете? Иди. Я не знаю. Ну не иди. СМЕХ. 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 До свидания. А? Так, шо это такое? Я на станции на месте. Не, у кого-то звонить не легко. На месте это выходит. Да не, явно у кого-то звонил. Или бог. Виталь. Ну я к тебе не стыдно, а? Ты не стыдно, а? Ты что, телефон не положил? А, извините. Я просто не слышал, когда вы это предлагали. Вот, пожалуйста. Давай, это, звонок включи. Пожалуйста. Угу. Не за твой телефон говори, Не за твоим телефон помоги. Хорошо, я щас трубку возьму, И я с кем-то щас поговорю. Ну и кто звонит? Не знаю, он номер не определён. Так ты смыть руку. Взял, и как это нам помогло? Отвей, будь ласка, Виталия. Пожалуйста. Алло. Алло. Здрасте. Вам удобно говорить? Здрасте. Вам удобно говорить? Теперь да. Это служба безопасности вашего банка. Только что мы зарегистрировали денежный перевод. Вам надо назвать свою карточку и три цифры кода с другой стороны. Чтобы вы проверили, всё ли хорошо. Понял. Записывайте номер карты. Детальник, что делать-то? Это машинники, не треба. Елена. Давайте потом поговорим про всяких машинников. Вы не видите её сзади. Пишите. 5483, 4437, 308, 6412. А, а код? 817. Секретный код. 817. Код 817. Да, на здоровье. До свидания. О, нарешие! Пам президент, ось вы испалились. Колумовский вам звонит. Вот там. А че он зовут Колумовский, да? Маску-то я знаю. Может человек номером пошлить? Да конечно. Берём трубку давай. А чё я буду брать трубку, если человек номером ошибся? Фыры! Ладно. Алло! Алло! Да! Борода! Чё бы хотели? Остал 5 месяцев и 7 месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Так смешно. Ну и будет пикник с такими хорошим. Ой-ой-ой, самая бедная заговорила. Юлия Владимировна, вы так честно меняете свои билборды? У вас что, денег много? О, Петро Ликвич, не треба. Мои билборды, взагалі, це един, що при вас в країні меняется. О, вы же. А помнишь, стояли девчонки в плечу И жми на площади своё прошлое. Но как же быстро романтики эти раздели её И всё обошли. Она дозелива, она прощает. Она не наивна, но эти чуваки И всё замечает и отличает Спасителя своего отриуты. А, если бы она говорила С тобой, как отжитает подруга, Она прежде бы тебя не спила, чтобы слуги Разбиваешь слуги в слуги. А так она мается и летает Небом родным, как привождая птица. И смотрит в глаза твои, не понимая Как тебе ночью снится. И снова всё больше по миру жалая Краснее от милостыни всё больше Живёт истинный путешанец Что жить будет всех вас дольше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Доброго дня! Доброго дня! Как настроение? Отлично! Отлично! Спасибо вам большое, что мы сегодня В половину восьмого На тебе А не в восемь Спасибо вам большое Спасибо вам большое Да, ну хорошо, у нас впереди Большой концерт Вы знаете, конечно же с какой темы начать Естественно я хотел немножко поделиться Собственным переживанием В последнее время Честно вам скажу В последнее время Знаете, я живу в кошмаре Я в шоке Мягко говоря Тут просто моя мама в зале Я бы иначе сказал Я в зале А я тоже не сказал Да, вы знаете В последнее время Мне задают один и тот же вопрос Ну шоу Ты идёшь или нет? Да Вы знаете, даже моя мама Когда звонит мне по телефон Моя родная мама Сначала говорит Ну шоу, ты идёшь, Олочка, или нет? А только потом покушал я сегодня В последнее время Да, и вы знаете Это действительно очень сложный вопрос Я решил в этом разобраться И решить прямо здесь Сейчас вместе с вами Если вы мне поможете Окей? Обсудим все плюсы и минусы Президентства Ну и так, да и шоу, посмотрите У меня есть юридическое образование И это плюс Да Не, я его давно получил Да, и это плюс Но у меня нет опыта работы в политике И это Живый плёс Хотя многие говорят, что это минус Но это не все минусы Понятки мне Так начнём разбираться Смотрите Чтобы вообще Зарегистрироваться И пойти в президенты Нужно заплатить Президентский залог Выборочий залог В размере 2,5 миллионов гривен Они у меня есть У меня есть 2,5 миллиона гривен Да Но не для такого ненадёжного дела Поэтому, естественно, любой человек Умный, а я себя считаю глупым Естественно, будет искать Где взять эти деньги Кому их не жалко И все журналисты в последнее время пишут Что эти деньги мне даст Именно Коломойск Да Именно даст Причём это звучит немного обидно Типа я буду спрашивать у кого угодно Но нет Даст только Коломойск И такое ощущение Что все конкретно у Коломойского спросили Ну что, ты и так что Сказал Обе, как я же Двери моей тумбочки для него всегда открыты Но, друзья Если бы вы знали лично Коломойского Вы бы поняли, что он стал Коломойским Не потому что давался подряд по 2,5 миллиона А как раз наоборот Так что он вряд ли даст деньги тому, что ему вряд ли назад вернёт Поэтому пока 2,5 миллиона Ставим плюс А президентству пока нет Дальше Президент Украины повынет Володить украинскую мову Тут проблема Я вам объясню почему Потому что в нашей стране известно Украины Армии Новой Ибиры Волуги Инжи Людына И он не привык Легко расставаться со своими активами Поэтому у нас все есть Бегучий моби Пока оставим плюс Президентству Дальше Друзья Смотрите Все очень просто Когда ты не президент Когда ты простой свободный человек Можешь каждое утро Выйти на улицу погулять с собачкой И это получить удовольствие И это большой плюс Когда ты президент Ты можешь выйти утром погулять Разве что с охраной И это минус Единственный плюс Что не надо носить с собой пакетик Как нам повезло Кем же решено Что ты выбрал нас Петров Петров Прорудки в одно Пусть снимет Петров Главное что есть Оно Петров Петров Прократишь Габрой Спеши рок-н-рол Ты наркотик наш Петров 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 И чуть-чуть Астроп Улучшить Петро! 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 Все встречи сьмёт, всех нас в рай пошлёт, Лично в светильном ворот Петро! Виталий Криско посетил международный криптовалютный форум децентрализованных технологий. Всё понял, по-моему, серьёзно и понятно. Небольшое наблюдение. Все политические ток-шоу в Украине выглядят примерно одинаково. Петро! 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 Последнее слово зарядуешь? Естественно.